Девятый сезон национальной премии экспертов автомобильного бизнеса ТОП-5 авто завершился торжественной церемонией награждения победителей. Жюри, в которое входит порядка 50 профильных журналистов, определила лауреатов в шести основных номинациях, двух специальных и одной главной – Car of the Year, то есть автомобиль года. Церемонию награждения открыл сегмент компактных городских автомобилей. Борьба в этой номинации развернулась нешуточная, но приз достался лифтбэку «Шкода Октавия». Победа в данном серьезном сегменте, с такой серьезной конкуренцией, означает, что люди из самых разных сфер и бизнеса, и разных сфер медиа действительно отдали голоса за тот продукт, который, по их мнению, является лучшим. Это для нас очень важно, потому что это разносторонняя оценка. Сойтись во мнении, какая же модель достойна звания лучшего большого и представительского городского автомобиля, члены жюри так и не смогли. А потому награды вручили сразу двум номинантам – универсалу Volvo V90 Cross Country и седану Genesis G80. Во-первых, бренд Genesis не так давно вышел не только на российский, но и на мировой рынок, и, конечно, признание в лице премии, в лице автомобильной премии для нас очень важно. Это значит, что бренд заметили, это значит, что бренд действительно оценили. Высокой была конкуренция и в сегменте компактных кроссоверов, куда попали сразу несколько ярких новинок минувшего года. По итогу наибольшее количество голосов получил Renault Captur. «Вывод машины на рынок был очень непростым, потому что все было закрыто, и это означает, что мы преуспели везде, то есть и в продвижении, и в прекрасном продукте, и журналисты его оценили, значит, оценит публика». Volkswagen Multivan и Transporter обошли соперников в номинации «Легкий коммерческий автомобиль». Porsche 911 в категории «Спортивный автомобиль», а вот Land Rover Defender одержал сразу две победы. В своем сегменте «Большой кроссовер» или «Внедорожник», а также в общем зачете. Именно ему присудили титул «Автомобиль года». Мне кажется, что разработчики, инженеры, все те, кто принимал участие в дизайне, они по-настоящему вложили в этот автомобиль душу. Дело в том, что Defender был запущен в прошлом году, в начале прошлого года. К сожалению, на нашем рынке он появился позднее, но к этому моменту он продолжает и продолжает выигрывать номинации. Персоной года стал Ян Прохаско, глава российского офиса «Шкоды», а лучшим пиар-департаментом автопроизводителя назвали команду «Рено». КОНЕЦ 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 КОНЕЦ